Совсем немного времени осталось до конца 2020 года. Как правило, принято подводить итоги в уходящем году. Я начну с особых моментов, которые были важными не только для меня лично, но и для жителей нашего города. Являясь координатором 2020 года по созданию памятника, который был открыт на территории войсковой части 12721. В торжественной обстановке, вместе с командованием, личным составом части, ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, в кону Дня Защитника Отечества состоялось это торжественное мероприятие. В основе памятника легендарная БМП-1, которая активно использовалась в боях в Афганистане. А в сам праздник на территории Клинцовского района прошла масштабная командная военно-тактическая игра «Лазертах». Эта игра объединила и взрослых, детей, людей разных профессий. Привлечение воинских частей внесло особое настроение. И точно можно сказать, что «Лазертах» запомнился участникам на всю жизнь. Всегда с теплотой вспоминаю весеннее поздравление прекрасных женщин, которое прошло в преддверии Международного Женского Дня. Этот год для всей страны и для меня лично стал памятным в одном событии, которое на века закрепило боевую славу русского солдата, его подвига в Великой Отечественной войне. Совместно неравнодушными предпринимателями на территории СОЖ-3 была установлена инсталляция «Звезда Победы». В этот памятный год, когда вся страна отмечала 75-летие Победы, хотелось поздравить наших ветеранов, чтобы они все услышали слова благодарности за их подвиг и героизм. Именно тогда и пришла общая идея совместно с руководителем Клинцовского отделения Брянской региональной общественной организации Российский Союз ветерана Афганистана Михаилом Вычек сделать поздравления через социальную сеть. Не обошлось, конечно, и без печальных событий, затронувшие не только меня как координатора, но и всех моих земляков. Ко дню города в 2019 году я координировал и организовал проект «Стелла. Я люблю Клинцы». Было обидно, что некоторые жители Клинцов не просто не ценят чужой труд, но и приносят урон своими действиями. Так, в июле этого года было изуродовано вандалами уже полюбившаяся и гостям города и самим клинчанам «Стелла. Я люблю Клинцы». В сентябре вновь восстановленная «Стелла» радовала глаз. В этом году я координировал фестиваль по авиационным моделям и ракетомоделизму «Высота». Организатором соревнований стала народная студия авиаракетного моделирования ИКАР, муниципально-бюджетного учреждения «Дом культуры города Клинцы» под руководством Станислава Ивановича Ивашкова. Это был действительно фестиваль скорости, неба и полетов. По сложившейся традиции я координировал конкурсы. В этом году ими стали семейная история о войне, посвященная 75-летию Великой Победы, и концепция брендирования города Клинцы, посвященная 313-летию города. Рад отметить, что все больше и больше принимают участие в подобных конкурсах клинчане. Не остаются в стороне те, кто любит свой город, свой край, свою родину. В преддверии Нового года, в это непростое время, когда коронавирус принес столько горечи и утрат, я желаю всем своим землякам тепла и любви, от своих близких и родных, бодрости и стойкости духа, солнечного света в сердцах, здоровья и всех благ. С наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!